Впервые за 10 лет американский гигант яйцопроизводства Colmaine Foods вынужден сообщить о дефиците в бюджете. За целый год они недосчитали 75 миллионов долларов, соответственно. И эта фирма базируется делать свой основной профит в области принесения животным боли, убийства их и жестокого использования. В том числе CEO, он же шеф этой фирмы Colmaine Foods, Дольф Бейкер, впервые, на моей памяти впервые, когда шеф фирмы, которая делает свои деньги на убийстве животных, сообщил одну из причин, что вот в 2015 году, соответственно, индустрию поразил птичий гриб и пришлось убить миллионы куриц, пришлось убить, их каждый год убивают. Но здесь без профита пришлось убить, да, как жалко. И после этого генерации старых куриц заменили новыми, которые несутся еще больше, еще продуктивнее. Как они это сделали? Все знают как, да, генные манипуляции, антибиотики, стероиды, все в путь, все в путь. Тур-де-Франс можно посмотреть, там вот тоже такое люди употребляют, но яйца, я не уверен, несут они или есть вообще еще. Нет, потому что тестостерону-то всегда можно будет догнаться, своих не обязательно иметь. В 2017, соответственно, в 2016 заменили генерацию куриц на тех, которые стали более проведуктивными и стали производить еще больше. Однако, это и то, что фактически спрос на яйца понизился, и, как утверждает Дольф Бейкер, люди стали смотреть на альтернативы, в том числе из флекс-сид, это льняные семечки, тофу, из картошки, тапиока, ну, что это, крахмал, по-моему. Такие всякие альтернативы, потому что люди узнали о них и стали их покупать, соответственно, спрос понизился, и вот эти все факторы привели к дефициту, к большому, большому дефициту. Ну, радоваться тут, особенно если ты этически подкованный и, да, устремленный в своих привычках человек, особо нечему, потому что производить не стали меньше. И то же самое в Германии происходит, спрос на продукты животного происхождения падает, сильно падает, я бы даже сказал, по сравнению с тем же периодом в прошлые годы, но все равно, поэтому больше на экспорт производит тот же Теонис, которого часто посещает Путин, шеф, которого, да, у Теониса лучший друг Путина. Конечно, экспорт, экспорт в итоге происходит, и тут радоваться особо нечему, в том числе последние новости о нахождении инзекцицида, этого инзектицид, по-моему, по-русски, да, в общем, такое вещество, которое призвано для борьбы с различными паразитами, насекомыми, клещами и прочим. Этим веществом обрабатывали, соответственно, куриц, в Бельгии, кажется, источник, по последним данным, и он ядовитый для человека, и нашли в итоге в яйцах все это дело, и миллионы, да, просто поставки пришлось уничтожить, в том числе в Германии сейчас несколько фермеров закрыли по этому поводу, ну, закрыли как, приостановили, да, карантин, карантин. Они дальше продолжат свою работу в еще большем, с еще большим азартом, потому что all in, да, эти люди, люди, которые добывают свои деньги на боли и страдания живых существ, они не думают, да, они редко вообще о чем думают, в том числе тот же самый. Подтверждение моих слов, шеф этого коллмейн, бейкер, говорит, что мы дальше продолжим фокусироваться на специальном вот яичном бизнесе, да, specialty egg business, which includes cage-free eggs. Да, то есть он подчеркнул, что вот cage-free у них есть, без клеток, вау, здорово, верю я этому, и меняет ли это что-то? Нет, абсолютно нет, в том числе недавно были раскрыты условия содержания куриц в фермерствах в Германии под лейблом BioLand, это один из лейблов, то есть есть стандарт Bio, вы также можете набрать Bio в поиске на моем канале и найдете видео по всем этим стандартам, объясняющее немножко лучше, но BioLand это немножко строже, чем по ES стандарты Bio, вот, и в итоге сняли, как на самом деле там все это происходит, как на самом деле там cage-free, как на самом деле там курицы гуляют и чувствуют себя свободными перед тем, как перережут им глотку или что. Нет, все друг на друге топтались в плачевном состоянии, просто ужасном, это, я не знаю, если бы это перенести вот в какую-то тюрьму, да, эти условия, то даже в России такой тюрьмы нету, серьезно, даже в России такой тюрьмы нету, чтобы там не раскрывал камикадзе и прочие пытки и так далее, такого нету, для человека таких мучений нету, когда друг на друге сидят, испражняются друг на друга, ломают себе все конечности, гниет все это на живую, и это ужасно, это ужасно, и, то есть, тут открыли глаза, надеюсь, там, не знаю, полпроценту тех людей, которые думают, что вот, если яички, значит, без были клеток, то я что-то хорошее делаю для них. И, конечно, не стоит забывать о том факте, что неважно, какой стандарт, био, органик, USDA, самый лучший, где курицам включают музыку и прочее, всех петушков абсолютно убивают буквально после вылупления, один-два дня максимум, их сортируют и потом отправляют, либо в мешок, где друг на друге нижние, соответственно, мрут сразу, этот мешок потом закрывается, в него опускается газ, либо он просто закрывается и цыплята задыхаются, либо на живую просто идет по конвейеру, спускаются все цыплята в мясорубку, на живую промалываются, это в любом качестве, миллионы, более 20 миллионов в год в одной только Германии. Нет, единственный, кто в этой ситуации побеждает, это бизнесмен, да, бизнесмен, курицы здесь всегда будет в жертве, любое использование животных, это не может де-факто принести им какой-то пользы или какого-то наслаждения жизнью, да, они все просто хотят жить и, да, проблема в том, что, конечно, сейчас не самая просвещенная публика, в том числе по хэштегам смотрят, наверное, это видео, потому что, как я понял, в России еще до сих пор очень много людей, которые не понимают разницы веган и сыроед, до сих пор выпускают видео по этому поводу, до сих пор не знают о позиции самой большой ассоциации диетологов мира, АНД, о том, что растительное питание оптимально для всех стадий развития человека, в том числе атлетов, то есть все уже доказано, показано, признано самыми большими организациями в мире, но до сих пор существуют такие каналы, которые, сосунки маститных титик, например, которые расскажут о различных проблемах на растительном питании, причем смешивая этичность и диеты, ну, потому что, в принципе, когда ты вещаешь для публики, который пофиг, то публике пофиг, что ты вообще конкретно вещаешь, в принципе, самое главное, чтобы ты за рамки не уходил, и публика могла самоутвердиться в итоге в том, что творит, в том, что вот в своем пофигизме самоутвердиться, то есть ничего не нужно менять, смотрит канал, здесь нужно что-то менять? О, не-не, это не для меня, откажусь, дизлайк, отписка, нет, но сегодня еще, кроме этого, это, конечно, да, вот эти пчелиный, хотел сказать, гриб, ну да, пчелкам тоже не особо приходится от всех этих пестицидов, инзекцицидов и прочих веществ, которые просто гигантских объемах используются для производства продуктов животного происхождения, но, нет, гриб птичий, да, это все, конечно, удары для этих индустрий, яичной индустрии и так далее, но на сколько это удары? Вы должны себе представить, что субвенционирование, то есть вот мясо, допустим, килограмм стоит, не знаю, 2 евро, да, на самом деле без помощи государства оно бы стоило все 6, а то и 10, да, это должно быть всем понятно, когда ты говоришь о том, что мясо дешевле, да ни хрена, оно, во-первых, не дешевле, даже при гигантских субвенциях, да, даже при гигантской помощи государству нифига ну не дешевле, чем альтернативные продукты, чем тем более обычные растительные продукты, рис, гречка, картошка, кукуруза и прочее. Вот сколько, 100 миллионов, ну, это ничто, да, ничто, всегда вот думайте об этих поддержке государства, то есть небольшой минус, они и так работали бы в минус, если бы не поддержка государства, в том числе рыболовеческая, как она рыболовная индустрия в Голландии содержится исключительно, то есть она существует исключительно за счет государственной помощи, да, к сожалению, да, то есть голландцы, ну, я в том числе, как немец, платящий налоги, все это в той или иной степени финансирую, однако в этом моменте всегда не стоит забывать то, что, да, мы живем по каким-то законам определенным, но это не ограничивает тебя во всех других свободах, да, то есть если ты где-то провинился, ну, не знаю, ну, машину, например, захотел купить, и нету вообще ни одной той, которой ты себе можешь позволить, ну, Tesla X есть с полностью веган-салоном, да, но не все могут себе Tesla X позволить, и вот все, которые в округе, которые ты можешь себе позволить, тебе действительно нужна машина, потому что у тебя семья, без понятия, тебе нужно возить их по школе, детский сад, без понятия, закупаться очень много, ну, практически у всех машин кожаный руль, да, или кожаный этот переключатель скоростей, это не значит, если ты купил эту машину, что все, тебе нужно обязательно есть стейки, обязательно спонсировать Макдональдс и прочее, прочее, и быть вообще пофигистым, это абсолютно одно другого не исключает, то есть веганизм в итоге это всегда делать то, что адекватно возможно, да, и я думаю, все, кто смотрит сейчас меня, все, кто имеет возможность в том числе поставить оценку под этим видео, прокомментировать и прочее, они все имеют возможность перейти на веганизм вот буквально сегодня на, точно, сегодня на вчера, вчера на сегодня, нет, до сих пор, сегодня на завтра, вот как, это нехватка белка все, или белки, я не совсем уверен, и если ты досмотрел до этого этапа видео, то хочу рассказать, что конкурс хотел провести на остаток денег, или на почти остаток денег, если ты, если тебе не пофиг, да, просто назовем это так, если тебе не пофиг, получается, если ты веган, и какое-то время, чем ты занимаешься, не делал еще ни одного видео, ни одного блог-поста, никакой попытки к активизму, ну, разве что поддерживал, возможно, веган, лайком, там, без понятия, комментариями и прочее, но тебе нужен вот какой-то толчок, чтобы ты начал, опять-таки, что-то делать, инстаграм, вконтакте, тамблер, без понятия, ютуб, самый, самый влиятельный, самая влиятельная платформа, которая только есть, все говорят о том, что ютуб заменяет телевизор и прочее, сейчас уже как раз по этому поводу правительство России все интересуется, как, что там влиять на ход вещей и так далее, самая влиятельная платформа, социальная сеть в актуальное время это ютуб, как ни крути, вот, и если ты хочешь начать все-таки, то предлагаю тебе назвать видео, что я делаю, или на что мне не хватило белка за столько-то лет, или месяцев, или дней веганизма, да, или вот как-то так назвать, с хэштегом, не знаю, не обязательно хэштег, я уверен, что у вас будут единицы, но вы можете просто в личку написать потом ссылку на данное видео, где вы расскажете, что вы конкретно делаете, то есть тут можно творчество проявить, да, и рассказать о возможном виде спорта, которым вы занимаетесь, если это велосипед, показать велосипед, как и что, зачем, когда начали, немножко рассказать о том, как стали веганом, не нужно раскрывать во всех подробностях на 15 минут, или на сколько вот это видео будет длиться, то есть короткое, компактное, в формате ютуба, самый выгодный формат, это 10 минут, по-моему, 10 минут, 1 секунда, что вы получите в итоге на выбор, на выбор, либо английский, по-английски фильм, What a Health, да, я куплю его вам, он пока только по-английски, либо книжку доктора Грегора, не сдохни, по-моему, она в русской версии называется How Not To Die, или книжку Энергия Крахмала МакДугала, и бонус-задание, на которое, скорее всего, не все хватит яиц, ну, тема сегодня яиц была, это стабильно, не обязательно каждый день, как я, не обязательно два видео каждый день, или периодически, как я, достаточно одного-двух видео стабильно в неделю, желательно 2-3, наверное, в неделю, 2-3, это любой сможет, абсолютно любой, 2-3 видео в неделю, давайте так скажем, и на ютубе, то есть, я не представляю другой платформы, в которой ты мог бы себя вот так показывать, то, и тебе нужна рабочая одежда, да, рабочая одежда блогера, то ты получишь от меня, в том дизайне, который захочешь, там, может быть, выбрать, и рассмерить, соответственно, футболку, вот как у меня была, где Дега написана, вот ее ты получишь. Все, спасибо за внимание, можешь поделиться этим видео, или просто тайм-код на последний конкурс, если вы не хотите все слушать целиком, до-до.